Под эгидой партийного проекта «Единая Россия» новая школа в образовательном учреждении номер 35 по улице Молодежная состоялась встреча с депутатом Государственной Думы Романом Терешковым. На мероприятии обсуждалось строительство, капитальный ремонт школ, доступность дошкольного дополнительного образования, а также статус учителя и педагога. У нас в этом году сейчас ведется большая программа по новой школе, идет большое строительство и пристройки к 6-й раненской школе, за счет исполнения бюджета, пристройка к Ласовской школе 13-й на 450 мест. Думы Роман Терешковым. Нужно отметить, что на сегодняшний момент в обсуждении, наверное, любого педагога доплаты, которые учреждены губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым и педагоги у нас с этого года за напряженный труд будут иметь фиксированную доплату в 5000 рублей, а младшие воспитатели 2500 рублей. Конечно же, мы говорили о молодых специалистах, которые к нам приходят и также имеют поддержку от правительства Московской области. Мы в целом говорили о статусе педагогов, учителей, об их заработной плате. Мы говорили о новых образовательных стандартах, о наполнении наших образовательных учреждений, участие в федеральных проектах «Точка, рост и цифровая образовательная среда». Все это во внимание всех наших членов партии «Единая Россия». Ни для кого не секрет, что открытие школы номер 35 под названием «Вектор успеха» – долгожданное и радостное событие для жителей 10-го микрорайона. Год назад к нам обратились жители микрорайона, которые ждали эту школу 8 лет. И, к сожалению, подрядчик, который находился на объекте, не выдерживал никаких требований, определенных контрактов, были сорваны все сроки. Мы вместе с администрацией совершили, по сути, наверное, подвиг, был заменен подрядчик на выполнение. Сегодня мы присутствуем в новой, хорошей, современной школе, хотя год назад, наверное, никто бы не мог сказать, что эта школа начнет работать. Нужно отметить, что коллектив школы новостройки и родители встречались с Романом Терешковым в конце прошлого года. Тогда был обозначен ряд задач, по которым сегодня можно подвести итоги. Практически выходим на финишную прямую и те чаяния и проблемы, которые мы выразили вместе с родителями на предыдущей встрече, они сегодня уже имеют положительную динамику, либо уже завершены. Весь прошедший месяц педагоги, родители и дети занимались разработкой символики школы, гербом вертикали и сочинением гимна школы. У нас 28 января прошла школьная конференция с родителями, с детьми, с учителями, классными руководителями, где мы утвердили из множества представленных вариантов те, которые теперь будут оформляться дизайнерами для того, чтобы стать на самом деле символами нашего образовательного учреждения. Подводя промежуточные итоги работы 35-й школы, повода для гордости есть. Одна из партийных задач проекта – сделать образовательное учреждение одним из лидирующих в Московской области. Мы, конечно, гордимся тем, что у нас очень хорошо занимается экспериментальный класс эффективной начальной школы, и мы стали площадкой для Московской области по разработке документации этого проекта. И будем обмениваться опытом не только с школами нашего округа, но уже у нас есть заявки и от Воскресенска, и от Егоревска, и от Жуковских школ, которые хотят этот опыт перенять и включить в свою программу развития на следующие годы. Мы сегодня провели совещание, вместе с директором, мы метили точки, по которым мы будем достигать этой задачи. И в течение следующих трех лет мы, конечно, хотим войти по результатам лейтинга. В десятку, наверное, это амбициозная задача, нам надо ставить самую серьезную задачу. Почему в пути 50 лучших школ в Московской области, это уж точно не по образованию, по системе дополнительного образования, по спортивной, по культурной составляющей в том числе. Алена Иванова, Сергей Григорьев, Егор Кабанов. Для программы «Городские вести». Спасибо.